Субтитры делал DimaTorzok 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 Деревенским поклонным Деревенским поклонным Деревенским поклонным Но кроме того Субтитры делал DimaTorzok Деревенским поклонным Деревенским поклонным Деревенским поклонным Деревенским поклонным Деревенским поклонным Деревенским поклонным с дерзновением, то есть не с тягостным сознанием, без колебания, но с полной верой первосвященника. Ибо если мы и имеем грехи, зато он безгрешен, и престол его – престол благодати, а не суда. Посему мы должны приступать с дерзновением, в надежде, что он дарует нам все, чего мы желаем. Существует два престола. Один ныне – престол благодати, и приступающие к нему получают по божественной благодати освобождение от грехов. Другой – престол второго пришествия Иисуса Христа. Уже не престол благодати, ибо тогда никто не получит прощения, а престол суда. А престоле напомнил для того, чтобы ты услышал, что он есть первосвященник. Не подумал, будто он стоит пред Богом, ибо хотя как человек, он и называется первосвященником по благословению и снисхождению к нам. Однако он и сидит на божественном престоле. Если мы приступаем теперь, то получим милость и благодать, ибо приступаем благовременно. Если же тогда приступим, то не получим, ибо тогда будет престол, ибо тогда не будет престола благодати. Ныне сидит на нем царь, подающий благодать, а тогда он восстанет на суд, ибо сказано «Восстань, Боже, суди землю». Псалом 81, 8. Глава 5. Стих 1. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Толкование. Теперь Павел хочет показать, что Новый Завет гораздо лучше Ветхого, и прежде всего начинает сравнивать священство ветхозаветных священников со священством Христа и показывает великое превосходство последнего. Между тем, так как ему встречалось препятствие в том, что многое, что должно принадлежать священникам, не принадлежало Христу, так он не проходил, не происходил из священнического колена, не был на земле священником, не был поставлен от человек, и просто сказать, образ его священства не имел какого-либо телесного выражения, как, например, колокольчиков и дощечек с заповедями, которые были у ветхозаветных священников. Но все духовное, то он перечисляет сначала то, что есть общего между Христом и прочими первосвященниками, а затем показывает и преимущество Христа перед ними. Ибо тогда при сравнении действительно оказывается превосходство, когда в одном он имеет общее, а в другом превосходит. «Итак, то, что из человеков избираемый, это общее у Христа с прочими первосвященниками. Ибо и он, будучи человеком, сделался первосвященником. Так же и то, что для человеков поставляется на служение Богу, то есть является посредником. И это общее. Объясню, что значит поставляться за людей пред Богом. Это значит, говорит, умилостивлять Бога за грехи. И это общее у Христа с прочими, хотя и не вполне. Ибо он принес в жертву себя самого, в те же нечто другое. Как различаются дар и жертва сообразно точному смыслу, хотя в Писании они употребляются безразлично. Узнаешь ниже. Стих второй. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Алкование. То есть привести всоразмерность, сострадать, снисходить и подавать прощение согрешающим по неведению. Но смотри, что невежество и заблуждение производят велик всякий грех. Ибо хотя кажется, что кто-либо знает зло, но омрачаясь в момент деятельности, он страдает от неведения и заблуждения, увлекаемой прелестью удовольствия. Более простое, я думаю, более верное толкование то, что потому священник сострадает невежествующим, что и сам обложен немощью. И испытавший меру человеческой слабости на самом себе, увеличивает и прощение. Некоторые, однако, поняли так, что первосвященник в этом только и отличается от народа, именно что прощает, так как всем прочим и немощью он и сам обложен наравне с прочими. Третий стих. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Толкование. Все это далеко не общее у Христа с прочими, но в этом он превосходит. Ибо Господь не имел слабости, именно слабости к прегрешениям. И не за себя самого принес дары и жертвы, но за всех людей. Стих четвертый. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Толкование. Указывает и другой отличительный признак первосвященника, открывающийся также во Христе, тот, что он не сам собой присвоил священство, но что он призван от Бога и таким образом получил его. Здесь же он намекает на тогдашних иудейских первосвященников, которые, добиваясь сана, приобретая его через покупку и нарушая закон. Ибо и Аарон, сначала призванный Богом через Моисея, таким образом священствовал, не сам присвоил себе этот сан. И опять, когда жезл расцвел, было показано, что он был послан Богом. И тогда, когда огонь пожрал посягавших на священство, числа, глава 16-17. Стихи 5 и 6. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Толкование. Что Христос всюду говорил, «Я послан от Бога и не пришел сам от себя» Иоанна 8, 42. То же и Павел указывает теперь, именно что он послан от Бога и не сам прославил себя, но тот, кто сказал ему, то есть тот прославил его. Это прими к сведению вообще. Посему, так как Аарон имел много чувственных признаков того, что он послал от Бога, как сказано выше, а Христос не имел ничего чувственного, напротив, даже более, противники его и убийцы в то время пользовались большим уважением, они все делали и всем правили, то есть показывает доказываемое на основании пророчества, именно что он послан от Бога. Казалось бы, пророчество из второго псалма не согласно с тем, что предполагается. Предполагается, без сомнения, на основании какого-либо места Писания показать, что Христос посланный от Бога первосвященник. Между тем, это свидетельство показывает то, что он рожден от Отца. И действительно, то, что он рожден от Бога, есть предуготовление к рукоположению от Бога. Затем, прими в соображение и то, что сказал потом в Псалме 109, из чрева прежде дневницы рождения Твое. Потом, немного спустя, прибавил «Ты священник вовек по чину Милхисадека». Павел соединил здесь сказанное в обоих псалмах о рождении, как бы говоря следующее, «Чтобы ты не подумал, что говорится о ком-нибудь другом». «Ты священник вовек, но именно о рожденном прежде дневницы, а это никто иной, как тот, о котором во втором Псалме говорится, что он рожден ныне». Выражение «прежде дневницы» означает «вечное», а также и ныне означает «от начала», то есть «от Отца». Второй же Псалом очевидно относит все ко Христу, посему о Христе сказано «и ты священник вовек». «Пусть скажут иудеи, кто другой был иереем по чину Милхисадекову, кроме Христа? Не все ли были под законом? Не все ли субботствовали и приносили жертвы?» «Итак, совершенно очевидно, что это сказано о Христе, ибо только Он один осветил жертву хлебом и вином, как и Милхисадек». «В таком же смысле сказал вовек, в том, что и теперь с телом, которое принес за нас пред Богом и Отцом, то есть самые страдания за нас представляет, как великое побуждение. Без слов говоря Отцу, за человеческое естество твой Сын подвергся этому, помилуй же тех, за кого я смешал пострадать». Или, что приношение, каждый день совершаемое и имеющее совершаться через служителей Божьих, имеет первосвященникам и священникам и жертвой самого Господа себя за нас освящающего, заколаемого и раздваиваемого. И всякий раз, как совершается это, смерть Господня возвещается. Богу нашему славу! Слава Веке! Аминь! Ну, а болящих как? По порядку. Фальгуевых нет, даже на батюшку не приехали, стало быть болеют серьезно, продолжая молиться о Фальгуевых. Хотела сегодня она пораньше приехать, причаститься, чтобы ей не смогла не болеть. Да, сильно плохо есть. Боряшникова уже молится. Она просила еще молиться о том, что ее там поток миновал, но другой вопрос. Она боится, мне кажется. кто-то сказал, что с Горного Алтая снег идет. А нет, а где Горного Алтая? Я говорю, да когда вас зайдет, надо молиться. Я говорю, хорошо. Она просила, чтобы ее записать. Ну, и среди болящих у нас, дорогой наш староста Игорь Тихонович, помните о нем. Спасибо Христос, Любовь Николаевна, которая инициировала обследование, всестороннее обследование брата Игнатия. Появляется много болячек, к тому возрасту всегда накапливается букет, букет расцветает с каждым днем. Приблизает. Да, вот. Но еще предстоят обследования. Обследовались мы были, несколько раз уже были в диагностическом центре. В очередной раз мне пришлось побывать там вместе с Игорь Тихоновичем. И было назначено до обследования у нас в кровообольнице. С этими результатами до обследования я должен был вернуться к этому доктору. Имя его Павел, прошу молиться о нем, о его обращении. Когда я пришел с этими результатами обследования, в нашей больнице, он посмотрел, и я начал говорить, Игнатий Тихонович просил передать вам визитку. И начинаю рассказывать об Игнатий Тихоновичем. Он говорит, я все теперь уже знаю. Вот заходил доктор, к которому вы пойдете 24-го, пойдете к нему наискосок. Он заходил, когда увидел, сказал мне, что он о нем читал в Википедии, и кто он такой, так что мы все это знаем теперь. Слава идет впереди вас. Инвалидность не дали. Да, инвалидность. И пока еще рано. Пока еще не собрали все обследования. Еще проходим. Ну, господин Николаевна, я вам дам слово. Хорошо? Присядьте, пожалуйста. Вот, и я хочу вас вернуть к тому извлечению в народе, которое звучит так. Что имеем, не храним, а потерявшим, плачем. И еще одно. Мы часто, наш глаз замыляется, и мы не видим того, что рядом с нами. Еще хлеба мы не замечаем тогда, когда у нас его нет на столе. Так вот, и авторитет Инна Тихонович, он как-то вот замылился со временем. Уже несколько десятков вместе, рядом он всегда, вот он, это как вот вещь необходимая, почти как вещь необходимая. Но годы берут свое, набираются букет, расцветают, поэтому помним об этом, чтобы мы не потеряли нашего брата прежде времени. Благодарю сестру Елену, которая организовала новый чат на Свете Библии. Он очень добавил. Ну, добавили, значит, его. Слава Богу, что его добавили, потому что... Вас добавили. А меня добавили. Слава Богу. Благодарю, да. Ну вот, меня добавили. Я рад этому обстоятельству, потому что это действительно приблизило меня к Слову Божию. И сегодня вот утром ехал, когда сюда на службу, я открыл и увидел это. Увидел, что увидел? Увидел стихотворение Игната Тихоновича. Последний раз. И когда читаешь это стихотворение, действительно, не слонится ли наше колено к тому, чтобы еще раз припасть к стопам Господа нашего Иисуса Христа, Спасителю. Я позволю вам прочитать, озвучить это стихотворение. Последний раз. Остановитесь сейчас. Последнее. Последний. О последнем. Какое слово? Вслушайтесь. У вас не слонятся молитвы на колени? Прощальный луч последнего заката. Ночь звездная. Последний идет. Последний крик у птиц, зверей и гадов. Земной судьбы. Последний поворот. Последний взмах подбитого крыла. И поворот истории последний. На большее нельзя и не смогла. Последний конь. И конь тот будет бледный. Как это страшно будет там. Но все, что мир перестрадал в исканиях муки, все позади. Настал за все расчет. Напрасно звать заламывая руки. Последний крик отчаянной мольбы. О, этот крик последней катастрофы. Все в прошлом. Все. Но может ли забыть тот крик оставленности распятой голгофы? Распятой голгофы. Падет слеза последняя во тьму. И утро новой встречи прояснится. Забудут глады, ужас и войну. Но страхи всем Иисусу поклониться. Невольники и пленники греха увидят бывшие возможности спасения. Все позади. Двенадцать на часах. От прошлого разорваны извенья. И будет миг последней моготы. Моготы на последней моготы. А дальше все не в мочке, не по силам. Никто, ни царь, ни вождь, ни богатырь не скроется на дне сырой могилы. Архангельские трубы потрясут, моря и горы созывая всех. Пришла пора, настал последний суд. За грех неверия, за отступление грех. Для грешников таким Христос отобразится. Гнев пламенных очей и меч в устах. Но день еще, и время есть молиться. Без самой малости двенадцать на часах. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос, дорогой брат. Но еще молимся о том, чтобы брат наш принял наши обращения к нему. Просьбы, чтобы он позаботился о своей плоти, которая должна быть рядом с нами. Мы так привыкли к вам. Не оставляйте нас прежде времени. Берегите свою плоть в том числе. Слава Богу, Господь хранит разум. И дай Бог каждому из нас дожить до такого возраста и иметь такой светлый разум. Это Господь хранит его, потому что он столько лет, 60 лет посвятил общению с Богом, с Его Словом Святым. Спасибо, Христос. Да. Я тоже хочу поблагодарить Елену, которая ведет сейчас вот эти записи. Так удобно. То есть вот так получилось у нас. У нас обычно одно воскресенье выпадает рабочее. А в этот раз получилось, там график сменили, человек заболел. И у меня два воскресенья выпало. То есть я здесь не до конца бываю, убегаю. И очень удобно, что буквально через час-два уже Виктор Савченко выставляет у себя там во Франции. То есть во сколько же он встает, чтобы все это записать? Лена ведет трансляцию, Виктор записывает. У нас пять часов разницы. Вот ему нужно ночью встать, записать, а потом загрузить это все долго на YouTube. И все ему уже, вот я раз включила, все послушала, что было на собрании, какие объявления, кто болен. Спасибо Христос, сестра, и спаси Христос Виктору Николаевичу. Все это делает оперативно, все службы, занятия. Вот мы сейчас стояли, молились, ну, примерно нас 30 человек. Я у Лены посмотрела в телефон, с нами еще 17 человек молились одновременно в это же время. А они живут там, Москва, например, все. То есть, представьте, они встают там в 4, в 5, чтобы присоединиться к нашей... А Германии тем более, да. То есть в 3 часа ночи люди встают, чтобы вместе быть на молитве. Ну, там, наверное, не лежа, наверное, они это слушают, да? Тоже стоят, молятся, делают поклоны. Почему? У них же позже время. Все послушают. Пока ты на трибуне, скажи про брата Константина. Ну и позже. У нас 8, а у них 3. Наоборот. Нет, у них 3 часа ночи, они еще спят. Встает Япония, потом Сибирь, потом просыпается Москва, потом Европа. В ту сторону вращается. У нас же страна восходящего солнца, Япония. Страна восходящего солнца, они первые. Про брата Константина и его подопечных расскажи нам, пожалуйста. Да, я... Он прям редко звонит, наверное, чтобы так сильно не скучать. Он... Некогда просто. И некогда они работают там. У них график 24 на 7. Ну, ночью они, конечно, отдыхают, хотя другие бригады работают и в ночную. И там все время долбят этот скальные породы, чтобы коммуникации закладывать в землю. И вот эти вот вибрации, шум, круглосуточные. То есть они вообще не останавливаются. То есть там есть ночные, дневные, там в 3 смены работают. Они работают, включая субботы, воскресенье. То есть у них нет вообще там ничего. У них задача сделать все и уехать оттуда. Для них работает там кухонный павильон, где они ходят, питаются. Есть вагончик, где помыться. И есть вагончик, где стоит стиральная машина. То есть, ну, из удобств. Туалет у них на улице. Сами тоже живут в вагончике. В вагончиках нет отопления, стоят обогреватели, электричество везде протянуто. Вот эти натянуты. Вот. И, конечно, попав в бригаду неверующих людей, то есть разные происходят ситуации. Но он говорит, что есть. Я говорю, ты молишься? Он говорит, да, я молюсь. Он вот так, получается, комната на четверых, они там вдвоем живут. Я говорю, ну, он хоть не храпит. Он говорит, храпит, не храпит. И тут за окном так долбят. Вот это вот. Говорит, там уже не храпа. Говорит, там бывает. Ну, вообще, ночи не спишь, потому что прям сильно долбят. То есть, они там глубоко. Вот. Утром они там завтракают. Вот. А как тот человек? Вот, который травмировался, я вот, наконец, только недавно подробности узнала. Он шел по доске, и доска была с сучками, и вот в районе этих сучков доска сломалась. То есть, вот под крышей он шел и упал. То есть, сначала он отказался ехать куда-то, потому что там далеко, надо такси нанимать, машин нету. Но потом он все равно через несколько дней поехал, и оказалось, что у него все-таки там что-то с поясницей. Что именно? Диагнозов мне никто не озвучил. Он был в больнице, сейчас он дождался вот этого, который второй, который попался на простудке, и они вместе уехали в Барнаулу на поезде. Потому что он ждал кого-то сопровождающего, и так вот Господь сделал, что и попался тут сопровождающий, который досрочно закончил свой контракт. Вот. И они вдвоем, и мы только на поезде, и только лежа. Как зовут этого? Провинившегося, я не знаю, того до него. Да. Ситуации, сами понимаете, что на работе поработал до пяти, до шести, собрался, ушел домой. А там и работать вместе, и жить вместе, и есть вместе, и спят, и разговаривают, и чай пьют. Ну, то есть все вот в этом в коллективе, где у некоторых просто одни матерки, то есть по-другому разговаривать не умеют. И говорят, ты бесконечно, ты, говорит, нормально можешь со мной разговаривать. Они не слышат, у них вот такой сленг или что, что они уже от этих матерков отстать не могут. Не все, но большинство, конечно, людей такие. Вот. Поэтому тяжело именно вот в этом отношении. Даже не то, что физически там удобно. Зато сестра он будет так любить всех нас после этого. Он сказал, да, это такой очень большой опыт, который это ему все дает. Ну, я больше никогда не поеду. Все, это был последний раз. То есть, вот закончится все, там документацию сдадут. Это будет сложный этап. Когда он будет, может быть, этот этап документации даже до осени протянется. То есть там неизвестно, но надеется, что хотя бы в мае он приедет. То есть, вот, чтобы Господь не помог. А так чисто вот набросками, чего они там долбят? Долбят там коммуникации. Потому что там большая... Это какое-то предприятие строится? Это будет, как я поняла, военная часть. Ага. Они строят котельную. Да, дальше говорить нельзя. А долбят, ну, коммуникации, трубы, отопление. Они бурят, наверное, там постоянно. Вот такой вот аппарат, который с кальней бьет. И вот он... Аппарат, это бидравлический экскаватор с долбежкой. Да, да, да. Ну, вот он видео присылал вот этот. Гидромолот называется. Спать не дает, да. Она не дает спать. Вот такая. Ну, очень просит молитв, чтобы все сложилось, чтобы больше никто не травмировался, чтобы стройка шла благополучно и не было задержек. То есть зачем... Он там как ответственный за них, да? Это за эту бригаду? Ответственный по технике безопасности мастер. А он как руководитель, как инженер. Ну, сейчас у него тоже ответственность. Ну, я думаю, что... Как инженер-то есть? Ну, кто подписывает журнал, тот и ответственный. Вот. Инструктажи там провели? У него запроизводник. Да, да. Думаю, что здесь еще они расписались. Ой, сейчас мысль хотела сказать. Отвечаю за... Что? А, ну вот посылку я высылала через дек. Они ездили в уссуристы, получили ее. И там были Евангелия, там были вот... Так они где находятся лучше? Это просто в аэтосферии недалеко? Это где-то в лесах Приморских краях. Приморских краях. Да, да. Материалы ваши тоже. Да, писем на православие. Раздал, там прачки отнес, там на кухню отнес. Женщины, которые там работают, раздал. Я вот спаси Христос. Благовестник. Да, его там зовут, что он, поп, который что-то провинился. И его сюда сослали. Ой, а вот он говорит, про меня тут уже анекдоты ходят. Я не знаю. А ко мне подходит, говорит, я дагестанец. Он говорит, ты мусульманин? Он говорит, да, я мусульманин, они с ним разговаривали. Он говорит, а ты поп? Он говорит, я? Он говорит, да, про тебя все тут уже заметили на стройке, что ходят с бородой, единственный бородатый священник, который что-то провинил. Ну, в общем, там придумали уже люди анекдоты. Еще один момент хочу сказать, вот больше даже для интернет-сообщества. Просили в прошлом году очень сильно вот наши вот такие косыночки, сестры из интернет-общества. Татьяна Александровна передавала целый пакет в Потеряевку. Много там раскупили. Люди благодарны. И мне лично писали, чтобы вот эти косыночки как-то иметь возможность их продавать. То есть сфотографировать, разослать фотографии. И мы решили создать, вот с Татьяной Александровной, группу ВКонтакте. И я туда выложила фотографии этих косыночек. Несколько сестер присоединились. Там вот Екатерина, вот Юля, Лена и там еще другие сестры. Но Юля с Леной здесь могут купить. А те, которые в интернете, имейте в виду, что это от нашей общины страничка. Юля сама состоит, и она не знала, что это из нашей общины. Говорит, похоже на наши косынки. И этот вот наша сестра, может, Лена ее показать, Татьяна Александровна. Она бывший педагог по швеям, по швейным делам. Она шьет замечательные косынки. Вы пишите, если кому-то кто просил. Там такие же люди, как мы здесь сидим. Она в группу, вот это общение. Там такие же люди, как мы здесь сидим. Так что вы можете не стесняться. У них ни рогов, ни лицо. Если у вас есть желание их приобрести, напишите. Группа, я вот сейчас... Перебойте себе. Как она выглядит, вот так. Видно ли? Группа ВКонтакте. Я ее веду, но косыночки и цены, и материалы, это все у нас занимается этим Татьяна Александровна. Я лишь как проводник. С ценами я не буду связываться. Нет, вы назначили цены, а там дальше я уже все прописала под каждой посылкой. Вот те, то, что вы написали мне на бумажке. Так что пишите, сестры, особенно кто собирается принять крещение. Приходить потеряю, если вам нужны вот такие красивые платочки. Это у нас почти все... Крестиная рубашка. А, ну она не знает, будет она шить крестильные рубашки. Крестиная рубашка. Ну это под заказом, наверное. Это у нас взрослые. Да, у нас взрослые. Ну так надо узнать. Да, то есть тоже можно писать. Мы там спишемся. По индивидуальному заказывать, готовим. Так, еще у кого есть слово? Да, да, конечно. Я вчера удосужился заехать к нашему брату старому. Василию нашему Николаевичу. Тут до меня информация дошла, что он собрался оттуда сбегать. Живет-то вроде в тепле, сытый, спокойный. Мне говорят, тут зубы выбили. Я говорю, как так, ты че? У него же не было. Да, я и думаю, как можно выбрать то, чего нет. Говорит, надо уходить на квартиру. Какая квартира, думаю. Вчера я к нему заехал. Не, не, все, говорит, все нормально. Просто к нему подселили. Как он говорит, алкашей каких-то. Один там сильно буйный. Но его уже отселяют. Все, сегодня или завтра должны его оттуда убрать. Я говорю, ты какую квартиру-то вздумал? Купить ты не сможешь. Это, во-первых. Во-вторых, поселиться где-то на квартиру, до тебя будет сразу. Ты на следующий день без денег останешься. Ну, в общем, а так он здоров, жив, бодр просто, как молодой. В храм ходит. Библию читает каждый день, сказал. Меня попросил, довези, говорит. Он сюда приходил. Я говорю, я сейчас на гору к себе еду. Вот подвези меня. Я говорю, тебе докуда? Ну, я тебе, говорит, скажу. Ну, поехали мы. Оказалось, ему нужно на Динамо. На лыжню. Так их отпускают там свободно? Да, он говорит, здесь же не тюрьма. Мы ходим свободно. Он пошел на лыжню. Ну, не на лыжах бегать, а так пробежаться. И бесплатно попить чаю со всякими голочками, с санкетами. Там это дают бесплатно. Так я посмотрел, как он побежал. Думаю, такой молодец еще. Бегает, бодрый. В общем, всем шлет поклон. Всех помнит, и мы его помним. Аминь. У меня вот по поводу Василия. Я ему давала дверь и помню. Где они сейчас? Вот меня беспокоит вот этот вопрос. Он их увез сам. Увез их к себе туда, вот, в избушку свою. Вот, где мы с вами были. А дальше судьба. Какая этих икон я переживаю? А есть связь с ним? Телефон у Василия? Что за ним спросить? Нет, нет, нет. С ним бесполезно. Если вы в следующий раз встретитесь как-то с ним, Мало ли как-то бывает. Хорошо, хорошо. Судьба вот этих вот икон меня беспокоит. Он передавал книги вот сюда, еще в прошлом году. Книги здесь Любовь Николаевна разобралась. Он все передавал, что у него есть, остального нету. Если где-то было, то... Все, ладно, спрошу. Ребята, не поймите, что мы лезем в вашу личную жизнь, но мы единая семья, и нам не безразлично, как у вас идут дела. Как у коллеги в Лефросине? Да как, все хорошо. Все хорошо? Да. Все отлично? Практика закончилась в РЖД больнице более. Где говорили? Женодорожная? Да. Круглый важный. Обувь, да. Ну-ка, условия-то там были хорошие, правда, профессионал к нам относился к студентам не очень, если честно. А где к ним относятся? Нет, в смысле, обычно к нам, как, другие медсестры, особенно старшие, главные, относятся так снисходительно. И очень рады, когда мы им помогаем. А тут они как-то... Мы им были как обуза, поэтому это было не очень приятно и им, и нам. Ну, понятно. К нам приходи, закрутят по-фону. Как, брат? Ничего нового. Ну, а что старое, скажу, старое, все знают, все старое. Все хорошо. Все хорошо. Хвостов нету? У-у-у. Все, везде успеваешь? А в тот раз вы не пришли, и сестра говорит, почему-то вы не пошли. А почему вы не пошли-то сюда? Картошку забрали. А почему вы не пошли? Один здоровее другого. Ну, взял бы, один бы, поехал. Вы же по двое ходите, за картошкой. Я не знаю, но они просто не приехали. Она говорит, они не поехали, и все. Вот мне вот это интересно, как втроем живут в одном месте, и вдруг сестра поехала на службу, а они не поехали. Спят или что? Ну, так сказать, мы не выспались, у нас растущие организмы, мы хотим поспать. Все, отстаньте, и все. Ну, что-то сказать можно, мяло какое-то. Можно, я скажу. Вы за них скажете? Нет, я не скажу. Ну, хорошо, говорите. Нестор, ты не высыпаешься, или что? Да, сестра тоже. Тогда как? Братья и сестры, я прошу ваших молитв. 27-го я внушу в больницу. Мне будут делать операцию. В общем, там со стомой что-то не ладно. Прошу вашу молитву. Помоги, Господи. Александра Михайловна, я вам говорил, вам нельзя кланяться. Вам кланяться нельзя с глазами. Вам же врачи сказали, кланяться нельзя. Не про глаза, не про глаза. У нее стома там выходят. Я сколько говорю, не кланитесь, она все время начинает кланяться. А я не клоню. Ну, не клонитесь. Потерпите немного. Ну, помолитесь. Помоги, Господи, помоги, Господи, умолитесь. Вы себя влюбите. Когда будет, я не знаю. Влюбите. Влюбите. Сегодня какой у нас? Девятнадцать. Понедельник. Значит, через неделю. Еще вот на поле. Мы с вами. Так, брат Иван, как у тебя там? Гляд, у тебя служба-то начнется. Ты будешь служить или нет? Ты что, трудой? У меня вот, как раз-таки, вот понедельник идем в военкомат. С кем? Ну, я сейчас еще переговорю с Севастьяном, потому что дело в том, что по повестке, там непонятно, там обычно в повестке прямо пишут, то есть для распределения на АГС, а тут в повестке написано уточнение воинской документации. То есть это могут, как и отправить на еще раз проходить медкомиссию, так и сразу сказать, давай, иди. Это сейчас многим рассылают уточнение, потому что создают электронную базу данных из бумажной. И все-всех уточняют, не только тебя. Там ничего страшного, там без юриста можно прийти и уточнить. Видишь, призы, раньше апреля они не могут отправить. Обид, конечно. Ну, так что могут опять сказать, приходи в следующее время. Кстати, по поводу этих повесток для уточнения, пришла информация от Вячеслава Семенова, который переслал ролик от юриста, который говорит о том, что сейчас есть возможность уйти на альтернативную службу по мобилизации. Мобилизации, вот когда по мобилизации. А мобилизации, они вот призвали тебя в этот военкомат с повесткой для уточнения. Это вообще такая хитрая уловка, потому что у них во всех военкоматах есть база данных, электронная, и у всех мы там занесены. Поэтому... Ничего нету, каждые три года вызывают, уточняют, я же военнообязанно хожу, ничего страшного нет. Нет, а вот когда пришел ты, они тебе вручили повестку по мобилизации, и они прямо здесь же могут тебя забрать. Поняла? Так что вот такая ситуация. А этот юрист, он говорит о том, что за то, что ты не придешь по этой повестке, вот, для уточнения военкомат, ну, шраф от 500 рублей до 3000. А когда ты пришел, у тебя вручили повестку по мобилизации, вперед, и с флагами. Ну, еще раз, Идалья Сергеевич, сколько раз уже предупреждал всех наших братьев о том, чтобы заранее говорили, что ты о своем вероисповедании, и написал заявление, оставил его в военкомате о том, чтобы это все было зарегистрировано, и тогда уже другой будет разговор. А когда уже прижала, жареный петух клюнул в военное место, тогда побежали, ой-ой-ой. А Тарас, нет, у нас на этой неделе был день ангела, день рождения у Нестора и у Тараса, они же одновременно рядом родились. Вот можно будет потом в конце много лет успеть. Хорошо. Да. Вовы наши братья. Напомните. Так. Брат Игорь у нас еще путешествующий, он работает в Белокурихе. Да? Да. Белокурихе он? Да. Надолго он там? Ну, возможно, еще неделя ориентировочно. Да, пускай работать, он нормально. Так. Ты разрешаешь. Храмы есть. Девушка Николаевна, выписывай слово, пожалуйста. Православие он есть. Когда хочешь, что-то в пятидесятнике там будет. Геннадий Ильич, прошу слово. Вот эта крестопоклонная неделя мне прислали из Германии. Из семнадцатого тома, открытым оком. Проповедь мою. Семнадцать лет назад я ее говорил. Это номер один ее, призвание, оправдай во Христе. Вот я хотел, чтобы послушали, забыли это все. Кому уже не надо, я попрошу, задержитесь. Вот у там сегодня только в чатурлетку вышел. Ну, лет пятнадцать девчонка на меня вышла. Как она рассмеялась. Вот она стоит, как руками хлопает. Я думаю, что с ней случилось? Да я же с вами встретилась. Да мы все семьей вас только и смотрим. Я вас живого увидала. Вчера один. Вчера это было. Пять лет смотрим. Баптист уже пришел в православие. И у него вопрос на вопросе. Повторяю, нигде, что здесь ответ, нигде в мире этого нет. Вы еще ничего не поняли. Вот здесь страница 383, 391. Ну, восемь страниц. Не так это и много. Так. 4 111, 4 вопроса здесь отмечаются. Первым. Вот там первый тонн написано, посмотрите, цифра 13. А первый нету. Почему? Я не думал, что кроме первой пойдет еще второй, третий, двадцатый, тридцатый, тридцатый, тридцатый. Это вот. Я вообще это не знал. И кто меня побудил к этому? Старобрядцы приходили. Они материалы в газетном варианте получали. И говорят, а почему не в книгах? Я говорю, до газеты вышел. Я ничего не понимаю. А кто будет там? Ну, разные такие вопросы. Сканировать там. Все это надо проверка, редактор. Мне это не надо. Теперь я вижу, что, кабы они не пришли, не толкнули, ничего бы этого не было. Здесь, вот в этом где находится, 4 124 вопроса. Специальные люди сегодня сами себя поставили. Занятия идут, занятия так. Поздоровались, прочитали, это очень наш. И сразу начинают вопросы. Вопрос за вопросом и ответ. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Сразу же. Дальше. Отдельно, каждое утро, там, Карима Михаил считает, после наше моление. И после этого начинают читать мои проповеди. По одной проповеди. Я как первый раз их слышу. Настолько они выше моего духовного уровня, знаний, что я останавливаюсь. Я бы не поверил, что это моя рука писала. Я, во-первых, готовился. Кто-то записал. Потом мне это дали. Я сидел на машинке, перепечатал. Кто-то помогал. Вот Галина Ивановна Кубайкина. Скажи, передай ей поклон еще раз. Вот здесь вот это все есть. В каждой книге примерно 50 проповедей. А каждое проповедь это не выскажешь. Я другой раз готовлюсь, готовлюсь. Неделя проходит. Вторая. Уже остается одна минута. И в это время у меня все по-другому поворачивается. Я в коридоре стою. Я говорю уже не то, что готовился, а уже другое. Вчера один вопрос у нас не разрешался. Прям никак. Серьезный вопрос возник в интернете. Что делать дальше? Я только оставил молился. Окончилось моление. Во время молитвы мне Бог ответил. Бог ответил. Сейчас я бы так не ответил никогда. Я тогда передаю и говорю, можно передать. Где ждут ответ. Ждут прямо люди. И вот здесь кто-то бы должен прочитать. Не должен сказать, я прошу это. Если три или четыре страница прочитаете, кто хочет уйти, я так уже подумал. Только не родня. Чтобы за тебя еще два человека, и тогда уже все заканчиваем. У меня есть два или три варианта. Виктор Андреевич, вот почитает Валерий Сергеевич, или Илья Владимирович. Кто возьмется? Валерий Попорядка. Внимательно слушайте. Мы стоим в храме. И в это время нам Господь что-то хочет сказать. Призвание. Оправдай во Христе. 25 марта 2006 года. Евангелие от Марка, 2 глава, 17 стих. Услышав сие, Иисус говорил им. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Так привычно нам слышать эти слова. И для сего-то люди приходят. Этими словами часто человек пользуется, и многие повторяют, прикрывая свои грехи. Господь знает, Он многомилостивый, а мы немощные. То есть живем во грехах, не вылезаем из них. Но Он все же пришел грешников спасти. Написано, что не во грехах спасти, но пришел спасти от грехов. А если все время смотреть на немощи, то в конце придется не что иное услышать, а уже известное. Лукавый и ленивый раб. Я тебя не знаю. Бросьте его в огонь вечный. Вот что будет. Этим стихом сегодня пользуются люди, которые совершенно Евангелие не читают. И священники усыпляют такими словами. Бог многомилостивый, никого не осудит. Да и как осудит, если мы ходили, молились, причащались, причащались и не исполняли заповеди. Тем горше примете осуждение. Вы, выводы, вот-то какие. Лука 20, 47. Поедают домы вдовов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение. Иакова 3, 1. Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению. Можно жить, прослужить, быть священником, епископом, патриархом, умереть и не знать греха Христа. И в церкви такое было не один раз. Это мы про католиков знаем, что они делали, а они много про нас знают. Нам важно знать про самих себя. Мы кое-когда ходим в патриаршие храмы и видим, что народ ничего не знает. Священники их боюкают и гладят. Слово Божие обоюдоострый меч. А попы сделали его губкой, которая не очищает, а приглаживает коросты. Христос пришел призвать неправедников, а грешников к покаянию. При встрече со Христом человек делается уже не грешником. Грешный, многогрешный. Павел обращается к церкви и говорит, возлюбленным, избранным, святым. Так что это непривычно для православных звучит. Да какие же мы святые! Святой Отец – это батюшка, а мы-то нам за святыми не угнаться. Чего уж нас спрашивать? А вот как раз все, которые меньше ответственность несут, мытари и блудницы, и пойдут вперед в Царство Небесное. А те, которые думают, что они сверхблагодатные, могут оказаться за дверями. Наступает крестопоклонная неделя. Припев поется. Разбойнику рай открыл. Это совершившийся факт. Голени перебили, душа из него вон и пошла в рай. Мироносица плач переложил на радость. Тоже ни к чему пока не обязывает. Пошли радостные. Дальше. Апостолов позвал на проповедь. Вот уже конкретная обязанность. Программа на жизнь. На тысячелетия вперед. Под апостолами подразумеваются и патриархи. Они наследники, епископы, священники. По большему-то счету апостол означает посланник. Мы тоже посланники все. И апостолов, то есть посланников, послал на проповедь. Вот как должно звучать. Вот что дает этот крест. Потому что будем кланяться. К кресту твоему поклоняемся, страданию твоим, любви твоей, которую ты оказал нам. Потому что пришел призвать не праведников, а грешников. Я постоянно подчеркиваю вам, что по большому счету и я не проповедник совсем. И не надо удивляться этому. Я исполняю роль гида, который приводит поводырю. Который слепых дальше поведет. Этим поводырем является святая вечная Библия. Которой не приводят людей, священники, пастыри, за редким-редким исключением. Что угодно будет делать, поворачивать службы длинные-предлинные, а заниматься Библией народом им некогда. Господь же послал на проповедь. И мы же сейчас только что это пропели. Деяние 6.2 Тогда двенадцать апостолов, сожлав множество учеников, сказали. Нехорошо нам, оставив Слово Божие, ищись о столах. Кормили стиверых, обездоленных, бедных, а потом зашло до них. Не делом занимаемся. Ясно дело, спасать человека, кормить, социальную помощь оказывать, а то и вообще благотворением заниматься прекрасно. Прекрасно, но не годится, когда Слово Божие оставлено. Вот это мы читаем в 6 главе Деяния апостолов. Итак, Христос пришел призвать нас. Моя задача как раз и состоит в том, чтобы посмотреть, что означает Слово призвание. Куда призвать? Что для этого нужно, чтобы оказать призванным? Что сделать, чтобы оправдать это призвание? Чтобы в конце, когда мы дойдем до цели конечной, сказать. Господи, я был призван, голос Твой расслышал, программу Твою принял, точно понял и выполнил. 2 Тимофея 4.7 Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Вот смысл какой. Апостолу Павлу было видение. Непонятно, когда спал ли он, как мы, или молился, но ему было видение. Это определенно, потому что у Павла была неопределенность. Уже все собрались, командировки выписали, деньги получили, и вдруг препятствие. Он остановился. В чем дело? Нет поезда, линия разобрана. В другое время предприятие предприняло идти, опять препятствие. Павлу не сидится на месте. Вообще полная неизвестность. А хочется волю Божию выполнить. Вдруг некий муж, по сегодняшний день непонятно кто, по всей вероятности может быть один из святых в той местности, или ангел Господень, или же сам Господь, ибо он в разных видах являлся. Является некий муж, македоняне. Видно, какая у него физиономия. Видно, он отличался от евреев. Говорит, мы вас ждем, придите, помогите нам. Павел сразу ободрился и говорит, полагаем, что Господь нас призывает. Деяние 16.10. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благоверствовать там. Вот где и на какое дело призвание. Зачем призвал их Господь? Павел даже не рассуждает. И в абсолютно точно знает, что если Господь зовет, значит послал проповедовать. Сегодня не так. Но если бы было видение, то сразу с собой батюшка антиминс возьмет, книги, а кто их и, чтобы первым делом бабок собрать, благослужение провести, регистрацию получить. А если нет, то подпольно надо собраться. И это все надо, но не до этого Бог послал. Если ты в роддом пришла, то первейшая твоя задача – родить ребенка, а другие задачи будут позже. Задача апостола была – сеять и рождать, сеять и рождать. Заключаю, что призвал нас Господь благоверствовать им в Македонии, сегодняшней Югославии. Какой у Павла там был успех? Надо уметь ждать, слышать голос Божий. Да, Он нас посылает сегодня, пока у драмтеатра. Все время надо молиться. А может быть, действительно, видение будет. И видение надо бояться, потому что может предстать лукавый дух и не в ту сторону повести. Сколько вопросов выдает нам это слово призвание? Евреям 5, 4. И никто сам собой не приемлет той чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Здесь говорится о призвании во священство. Если знакомый священника прислуживает в алтаре, замечаний никаких нет. А если уже своя карахерею, то дорога зеленая открыта в семинарию, а дальше уже и рукоположат. Потом человек служит всю жизнь и не знает, призван он или нет. Надо иметь призвание от Господа по слову Его. Господь пришел призвать ко спасению, призвать и на священство. То, что на покаяние ты пришел, это определено от Бога. Никакого в том сомнения нет. Человек ничего о Боге не знал, наркоманил, блудничал, и вдруг сердце коснулся. Пришел и раскаялся. Это от Бога. А если человек пришел и сделал сапопом, то можешь всю жизнь служить и не знать, призвал тебя Господь, или ты сам пошел для дармовой кормушки, на хороший приход. Вот тут-то и стоит вопрос. Священнику надо каждый раз себя спрашивать. Я оказался священником по призванию Божию или по самохотению? Если по призванию, то вопрос снят. Тебе легко это узнать, если ты голос Божий слышишь, а голос слышно через Священное Писание. Я снова, тысячный раз опять говорю о Библии. Мои проповеди об одном и том же. Они проповеди. У тебя одинаковые все, говорят мне. Один к одному, отвечаю. Сиди день и ночь и читай Библию, и моя задача будет выполнена. Когда все эти проповеди войдут в вас, и вы скажете один к одному, я поверил написанному в Библии, и к этому поводорю пришел, он меня взял за руку из бытия буквой В. Вначале Бог сотворил небо и землю. Буква В возведет тебя, потому что ты сам на нее похож и доведет тебя в славу. Аминь. Последняя буква в Библии. Последняя буква. Последняя буква. Последняя буква в Библии. Мягкий знак. Ты умягчишься сердцем и полюбишь Христа Иисуса. Господь наш, есть истинный горшечник. Сирах 39-34 Рукою своею Он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость. Сирах 34-13 Как глина у горшечника в руке его, и все судьбы ее, его произволе, так люди в руке сотворившего их, и Он воздает им по суду своему. Тогда я в радости скажу, задача моя выполнена, чтобы вы могли сказать мне по хвалу в вечности, уже не по твоим словам веруем, но сами поверили, что Святая Библия написана Духом Святым, охватила мое сердце, разожгла меня, призвала, и я ответил на ее призыв. Тогда я уже буду не нужен. Вот в этом смысл-то. Поэтому укоры мне, что я не проповедник, только возвышают меня, потому что как раз я этого и хочу, чтобы я вообще не был виден. Моя задача подвести тебя к этому стиху. Вы поняли, что нужно быть очень внимательными и понимать, куда идти. Вот этого я и хотел. Ты священник, ты понял, что надо призыв Божий иметь на то, чтобы не самим собою набиваться на честь. Все, я больше ничего не хотел сказать. Второе ездры, 1.50. Бог отцов посылал вестников своих призывать их к обращению, так как щадил он их и жилище свое. У Бога есть вестники. Хочешь быть этим вестником? Завтра же иди. Останьтесь на занятии, образуйте группы, чтобы в каждой группе был брат. Идите по городу, идите, пока есть возможность. Ибо скоро, и даже очень скоро, и весьма внезапно это все кончится. Матфея 4.21. Оттуда, идя далее, увидел он двух других братьев, Якова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. Господь застал их. Какая у тебя специальность? Подумай, как ее применить в новом твоем звании. Ты была учительница, тебя на этом Бог застал. Так учи же теперь, направляй воспитанников к Слову Божию. Ты что могла делать? Продавать? Продавай Священное Писание, раздавай его щедро. Ты не найдешь ни одной специальности, которая не подтвердила бы, что тебя Господь признал в предранных сетях. Куда же закинуть эти сети? На весь мир закинете, говорит Господь. Ловцами человеков сделаю. У нас рыба-то из сетей вылезла. Я сделаю более прочные, переплету вам пророчеством, обещанием будущего, исполнением их, говорит Господь. Вот нити, которые пересекаются, пророчества и чудеса. Матфея 15, 10. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. Народ надо призывать, а не так, что народу деваться некуда, поэтому народ идет. Народ надо звать. Каждое богослужение у мусульман предваряется криками Муэдзина с Минарета, специальная колокольня, и он кричит. Они не любят колокол, и нам есть чему у них поучиться. У нас колокола издают звуки, и ничего нигде нет. И про колокол петь научились песни красивые петь. Но надо людей звать голосом благовестников. Муэдзин зовет к Аллаху. Мы должны звать Богу Егове, любящему Отцу, который послал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа. К Нему надо звать людей. Иисус призвал их. Вот что значит крестопоклонная неделя. Для того Он нас и позвал. Матфея 25,14. Ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Никакой канонической территории не существует. Господь поручил каждому всю землю. Идите и проповедуйте. Сейчас появляются лживые слова от священников. Это наша каноническая территория. Подожди. Пролистуть можно последнее стихотворение. И все. Уже тоже много. Еще одно стихотворение. Жалости достоин бедный воин. Поражение потерпевший в битве. В плен хватавший, наконец, сам пойман. Оказался с головой разбитый. Был бы вождь всегда непобедимый. С войском неземным без поражения. Выглядела бы иначе картина. Не попятились бы и на полусажение. Войны Христа, они в почете. Там, где чтут писание всем сердцем. Молятся свободно и почетком. Не приемля зависть, злую дерзость. Меч отточен чудным толкованием. Только в церкви, а не в сектах жизнь. Здесь закон ограду не сломали. Без епископа движение только вниз. Исповедь исповедать искренно пред всеми. Иисуса, что рожден был девой. Сеется евангельское семя. Семя часто жатва в тот же час к посевам. Где не урожай бурьян заполонил. Горько пожалеют после смерти. Почему же не потратил сил? Выжить, выпалоть, освободясь от терний. Злые пастыри и темные сидельцы По пустыням прятались от мира. Ни складов не строили, ни мельниц. Весь народ запился по трактирам. Проповедь о жертве Иисуса Скрыли литургиями и пеньем. С благовестием к таким попробуй сунься. Поклонение маммоня тут за деньги. Высшее предательство свершилось. Мощи, крестики, иконки и башки Заменили жертву в Божью милость. Без корней засохли и вершки. 14 апреля 2006 год. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Достойно. Песня. 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 Господи, защити Родину нашу от нашественных view наплеменников от внутренних распред беззакония, которая втайне останови делающих зло. Просвяти правительной стороны наше, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих так же просвети и защити людей, не познавших Тебя, братья к истине, чтобы божественную любовь Твое коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должных, пусть покаятся в небрежении своими и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое изреченное из святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя твое Бога и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воотче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды и правды твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву в воздьяне рук, как жертву вечерней благоухания, приятной перед присолом благодати твоей Божией. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и соблюдаешь его, как зиждитель. Ты наш Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голговской страданий и пролитой крови, Сына твоего единородного Иисуса Христа за нас, грешных, прими и исполни наше молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И молимся о незаповедавших. Отверзем двери покаяния. И за гробом нет примирения с тобою. Приводи с нами. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Вот у нас трехтомник Нового Завета было за 1 тысяча. Второе издание было 2 тысячи. сейчас 5 тысяч. И на этой неделе, как я понял, должны вывозить. Следующий во вторник. Следующий. Ну, и за работу, за то, что привезут, требуются деньги. Больше двухсот тысяч рублей. Вы не понимаете, какое? А сколько примерно, хотя бы, миллионов там ушло? Это очень сложная работа была. Делали в Можайске, около Москвы. Нашли. Так что, просьба, помолитесь. Не стараюсь. Помолитесь, потому что мы все открыты. Господь да благословит. А мы многое лето нашим братьям Тарасию и Нестору. Многое лето не просто многое лето, а многое лето, чтобы были во Христе. В поисках истины пребывали. Во свете Библии. Тогда можешь добавлять во Христе сначала, и потом многое лето. Конечно. А то сейчас опять многое лето споем. А в конце мы уже во Христе. Вот Нестор. Нестор. Многое лето. Со Христом. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Во Христе. Во Христе. Вот так и надо. Во Христе. Так, занятия будут. Кто останется?